А кто слышал про проект MakerDAO? Ну, синтетик это аналог, да, правильно? Да, значит, почему MakerDAO и почему сравниваем с синтетиксом? Потому что МакерDAO хочет стать центральным банком в крипте, регулируя ставку, влияя на эмиссию, управляя кредитным рынком. А синтетикс хочет стать аналогом BitMEX, что такое BitMEX, знаете? BitMEX? Да. Форекс. Форекс. Да, BitMEX это биржа деривативов, это биржа деривативов на форекс-кухни. Форекс-кухни, на самом деле. Форекс-кухни, но тем не менее, один из самых ликвидных рынков криптоактив. Я тоже играл. Соответственно, синтетикс хочет стать децентрализованной биржей деривативов синтетических активов. Звучит вроде грамотно. Ну, то есть они хотят стать BitMEX, но в децентрализованном пространстве, где полностью не будет кастодиальности, которая есть у BitMEX. Общая модель понятна. Еще раз, что такое BitMEX? Есть модель фьючерса. Например, я хочу тебе поставить этот продукт. Я готов тебе поставить его через 60 дней. И сейчас ты мне платишь, я тебе поставлю чуть позже. А потом другой вид фьючерса, беспоставочный. Когда говорят, а давай просто поспорим, что цена будет вот такая. Когда ты споришь с человеком, какая будет цена, ты говоришь, если он вырастет, я заплачу тебе, а если он упадет, ты заплачешь мне. И у нас такая двоичная ставка против друг, против друга. Так вот, рынок деривативов работает именно таким образом. Ставится некий залог в виде какого-то объема актива. И контракт, который ты заключаешь со второй стороной, определяет, кому достанется этот залог в случае, если изменится цена актива. Поставили фьючерс на золото. Золото подросло, ты поставил на рост, ты забираешь залог. Золото упало, твой соперник, тот человек, который поставил против, забирает залог. Битмакс работает именно так, но с плечами. То есть, я ставлю рубль на то, что этот актив с плечом 100, то есть с кредитной маржой, что этот актив будет стоить на 1% больше. Если я делаю плечо 100, это значит, что я 100% годовых заработаю. Вот так работают деривативы, так работают фьючерсные рынки. Синтетикс хочет сделать то же самое, но в децентрализованном пространстве. Лёнь, оракулы их вы известны? Откуда они берут данные? У Синтетикса есть оракулы. Но это немножко позже, я сейчас расскажу. Значит, теперь еще раз в моделях того, как работает MakerDAO, например. В MakerDAO у тебя есть базовый актив, которым является эфир. Ты блокируешь этот актив, эфир, на смарт-контракте, и ты можешь взять кредит под залог этого актива. Ты берешь кредит и можешь делать с этими деньгами, что хочешь. Естественно, что люди, которые увидели этот механизм, они сразу начали делать леверадж. А именно, они блокируют эфир, выпускают себе стейбл-коин DAI, покупают эфир, лочат снова в контракте, снова достают DAI, снова покупают и делают вот такой вот многочисленный леверадж. Соответственно, MakerDAO это, по сути, кредитный механизм, который позволяет тебе, как спекулятивному трейдеру, создавать леверадж на свой базовый актив, в данном случае эфир. Но это же и есть плечо, по сути. Да, ты делаешь плечо. Ты делаешь, по сути, плечо, но актив мейкера гарантирует или там обещает, что не будет у тебя отобран, если ты вернешь вовремя, если так вообще когда-нибудь вернешь кредит. Потому что в мейкере нет никаких сроков. Ты можешь это делать бесконечно. Значит, Synthetix копирует модель MakerDAO, и они говорят следующее. У MakerDAO есть проблема, а именно базовым активом является эфир, и это не позволяет мейкеру слишком сильно расти. То есть, контракт мейкера и вообще, в принципе, MakerDAO, он ограничен объем эфира, который сейчас держат пользователи. И нового эфира вознаградить пользователей Maker не может. Synthetix говорит по-другому. Он говорит, а давайте сделаем какой-то актив, который назовем Synthetix Network Token, который мы будем просто выпускать всем пользователям, которые захотят. Мы выпустим определенный объем этого Synthetix Network Token, SNX. Здесь он не изображен, но он... Да, здесь его нет на их главном сайте, но у них главным активом, который есть в Synthetix, это SNX. Synthetix Network Token. Модель заключается в том, что пользователю, который хочет воспользоваться системой Synthetix, нужно купить большое количество SNX. Должен купить SNX и залочить в контракте через приложение Minter. То есть там я лочу эфир? Нет, ты лочишь именно контракт... А здесь я лочу SNX, который купил на эфир. Да, да. То есть, соответственно, ты лочишь внутри DAPA, ты лочишь SNX и их собственный внутренний токен. И в отличие от MakerDAO системы, ты платишь процент. Если ты залочил эфир, ты взял DAI, у тебя начисляется процент. А Synthetix говорит, а мы будем вам начислять процент за то, что вы будете создавать новые синтетические активы. И лочите. Соответственно, они меняют модель. MakerDAO говорит, пользователи, которые создают Leverage, платят MakerDAO ставку 5%. А Synthetix говорит, мы дадим вам кредиты бесплатно под залог SNX и даже еще будем платить вам регулярными ревордами, которые будем начислять на те синтетические активы, которые есть. Понятно, да, разница? То есть, реворды это эмиссия? Да, реворды это эмиссия. По сути, они делают некую эмиссионную модель. Maker говорит, проценты платят пользователи, а SNX говорит, мы будем выпускать эту новую эмиссию. Ну, это, конечно, пирамидально. То есть, ты лочишь, да, и за это тебе стейк. Да, получается некая пирамидальная модель. Когда ты берешь SNX, лочишь его, и получаешь еще больше SNX. За то, что ты залочил. Получается, что ты можешь бесконечно забирать реворды, класть их внутрь контракта, и, соответственно... Но это же уменьшается тоже стейк, получается, чем больше эмиссии. То есть, это спрятанные проценты. Да, это спрятанные проценты. Все равно платят пользователи. Да, по факту платит пользователь, потому что, если, например, допустим, SNX никто больше не покупает. И у вас есть рынок спроса и предложения. И если нет никакого больше влияния на спрос и предложения, то поскольку происходит постоянная эмиссия, набрасывают, так сказать, на вентилятор. Кто первый выйдет, тот и заработает. Потому что этот SNX, он будет постоянно давить на продажу. Продажу, продажу, продажу. И в результате цена начнет падать. Теперь надо понять, почему... И вот когда она начнет падать... Да, будет круто. Теперь немножко к токену SNX, кто не видел. Значит, SNX сейчас выглядит приблизительно вот так. Вот на этом уровне цена была где-то... Ну, то есть, вся капитализация проекта была где-то 2 миллиона долларов. Сейчас... Это сколько времени назад было? Это вот в апреле было. Почему volume падает? Ну, вот смотри, Лео, а до этого они просто ребрендинг сделали, да? Ну, то есть, на самом деле, они были мертвым проектом, от которого уже никто ничего не ожидал. Потому что они начинали как проект Heaven. Они уже говорили, что будут синтетические активы, что будут coin'ы и так далее. Это Хавен, да? Хавен, да? Хавен, да. Хавен, да. Объясните, почему до этого был volume большой, а потом он стал падать. И несмотря на рост цены, volume'а нет. Хороший вопрос. Наверное, вот здесь у них был миллион... Ну, а, здесь есть нюанс, да? Да. Open CoinMarketCap не учитывает объем на децентрализованных биржах. Основной объем сейчас синтетикса происходит на Uniswap. То есть, на той бирже децентрализованной, на котором пользователи могут стейкать и зарабатывать за награждение. На CoinMarketCap есть Open Ledger, то есть, это децентрализованная биржа. Ну, да, но здесь нету... Uniswap нету, наверное, правда? Да, нету Uniswap. То есть, здесь объем, то, наверное, много больше должно быть, да, в принципе? Здесь какой показан? Volume? Вот, Volume в основном, Coin. Ну, там только на которых он сам залезет. Ну, то есть, на Uniswap он еще будет. На Uniswap гораздо больше объем, его просто здесь нету. Потому что они полностью перенесли объем на... А если это всем интересно, мы можем сейчас на Uniswap посмотреть, какой объем? На самом деле, это есть в дэшборде. В дэшборде это есть вот здесь. Значит, текущая капитализация SNX 180 миллионов. Объем, 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 объем. Я только вижу здесь. Вот, Synthetix Volume Exchange Total. Ну, за все время у них только есть. То есть, его могут декомозировать. А, вот, да. То есть, это где-то миллион триста семнадцать в день. И при этом за все время объем оборот 536, но это они, видимо, цифру просто из головы взяли. Потому что его... Ну, так есть. Вообще в норме не накручено объем, все время где-то в районе одного процента получается в крипте. Вот в среднем, мне кажется, так как она грубая. А, верно. Ну, то есть, децентрализованные биржи аккумулируют приблизительно сейчас один миллион триста ворота SNX. Так, теперь еще раз к самой модели Synthetix, да? И он, скорее всего, не накручен, правильно, Таден? Потому что децентрализованные биржи... Соответственно, еще раз, что позволяет... У них есть вот свой Synthetix, который соединен, на самом деле, на backend с Uniswap. И модель заключается в следующем. Что ты покупаешь SNX, как некий токен, который является базовым активом во всей этой системе. Ты лочишь его внутрь системы Minter. А где я покупаю? Ты его покупаешь на DEX-ах или покупаешь его на KuCoin. Там, где сейчас только что угодно. Ну, на рынке, то есть, у него самого не улетели, а где-то... Значит, вот берешь, заходишь на приложение Minter, Которая как раз заключается... Основная его задача в том, чтобы обеспечить локап SNX. Когда ты лочишь внутри этого контракта SNX... Вот такое веселенькое приложение. Они сделали тут ребрендинг недавно. Соответственно, вот как работает, как выглядит сейчас интерфейс этого Minter. Ты можешь сделать несколько вещей. Ты можешь выпустить... А это значит, что ты должен взять SNX, залочить внутри контракта Minter и выпустить себе SUSD. SUSD это базовый актив, в котором ты берешь кредит. По сути, то же самое, как MakerDAO. Ты лочишь эфир и выпускаешь себе DAI. В данном случае ты лочишь SNX и получаешь SUSD. Но SUSD не равен 1 доллару. SUSD равен 1 доллару. Ну, по крайней мере, он... Чем-то было ниже, но вот там в дашборде сильно ниже. 0.93 или 0.97 был. Ну, давай еще раз посмотрим. 0.971, да. Ну, вот как-то там... А вообще довольно странно. Ведь надо довольно много синтетикса залочить, чтобы получить... Ну, это сейчас к этому придем, да. А S4Z это какой-то популярный стейблкоин? Это не популярный стейблкоин. Это пока стейблкоин, который пиарит и выпускает синтетикс. То есть это, по сути, еще один синтетический стейблкоин, который привязан, так же как Maker, базовым залогом, который хранится внутри этого SUSD. Теперь про модель связи SNX и SUSD. Если в контракте MakerDAO 150% коллутерализации, то есть для того, чтобы получить 100 рублей DAI, тебе нужно залочить 150 минимум эфира. То в данном случае соотношение 750%. То есть для того, чтобы выпустить 20 долларов SUSD, по-моему, здесь минимальный объем, тебе нужно купить на 102, ну, на 150 долларов SNX. Я не пойму две вещи фундаментальные, да, чтобы дальше вникать. Мне мешает отсутствие знания в том, что кто управляет эмиссией этого странного SNX. И второе, это все деньги, которые обменены на SNX, куда деваются. Вот стейкинг-реворд-скедл, который они записали в контракте. Соответственно, вот по вот этой модели они выпускают новые SNX. И вознаграждают... Только через стейкинг они выпускают? Только через стейкинг. То есть у них нет эмиссии. Просто они не выпускают и не раздают в руки себе или какому-то другому. А первоначальная эмиссия как у всего лишь модели открыли? В виде ICO. А, ну да, конечно. То есть они делали ICO, у них был Heaven. Они распродали его каком-то количестве инвесторов и на это сделали продукт. В результате у них этот Heaven превратился в SNX. То есть первая первоначальная эмиссия в 100 тысяч, она типа ничем не обеспечена? Да, 100 миллионов. Она обеспечена просто... Они деньги шли и там что-то кто-то себе купил. Все понятно. Вот. До 18-го... До 18-го года, 19-го марта, не было никакого и новой эмиссии. Дальше они запланировали, что в 19-м, 20-м году будет выпущено еще 75 миллионов SNX. В следующем году уменьшение в два раза, потом 18-м, 150-м, 9-м, 30-м и так далее. Соответственно эмиссия на каждый год планировала... Типа халпинга. Да, ну типа халпинга, да. 75%, 21%, 9%, 4%. Да, только прогрессивная, как бы такая, уменьшающая. Но это их планы, правильно я понимаю? Ну это заложено в контракте. Это прописано в контракте и сейчас на текущий момент у них нет governance, у них нет системы управления, которая позволяет это изменить. Они специально не делали? Да, они специально этого не сделали, типа мы не можем знать, поэтому мы просто зафиксировали вот такие цифры и все. То есть больше никогда, якобы, этих SNX-ов не будет, если только они не фарканут контракт. То есть если только они создадут полную копию этого сервиса с нуля и не сделают его с какой-то новой точки. А они создадут. Ничего не мешает, по крайней мере. Ну, по крайней мере, не мешает, да. Они могут его там ребрендинг сделать и так далее. Но пока в контрактах прописано вот это. Соответственно, вот сейчас период, когда они начисляют очень большое вознаграждение в виде 75% от текущей эмиссии, которая есть. Вот сейчас этот период как раз идет. В следующем году, соответственно, с марта 2020 года у них эмиссия упадет до 21%. То есть вот как-то таким образом они хотят разогнать свою эту модель. Так, теперь обратно в МИТО. А еще вот этот ХАВН, это XHV? Это... это SNX называется. А, вот на какой марке? Нет, он имеет в виду до того, как они стали SNX. ХАВН протокол? Да, ХАВН протокол, это есть синтетикс, да. А XHV еще есть токен, он тоже называется ХАВН протокол. ХАВН протокол, и у них тоже очень похожая идея. И он называется ХАВН. А, это другой. Это они же или... Это, по-моему, не он. Потому что там было с двумя... С двумя... Как ХАВН. Да. Ну, может быть, как копирующая модель или еще что-то такое. Конкуренция за название. Да. Значит, соответственно, текущая ситуация в МИТОРе такая, что залоговый коэффициент средний по всему рынку синтетикса 1 342%. А при этом целевой залоговый коэффициент, ниже которого у тебя происходит ликвидация. Знаете, да, что такое ликвидация? Когда у тебя залога не хватает... Маржин колл, конечно. У тебя маржин колл происходит, потому что у тебя долг такой здоровенный, а активы твои упали. Соответственно, у тебя происходит ликвидация, тебе нужно заплатить за это. Вот это происходит ниже 750%. То есть для вызова массовых ликвидаций, соответственно, они цену всего лишь 2 раза? По сути, да. Ну, не совсем так. Не совсем так, потому что разные пользователи заходили в разное время. И некоторые, которые зашли в SNX, например, в апреле 2019 года, они уже в 66 раз увеличили свои инвестиции, которые они сделали. Ну, то есть там какая-то космическая история. И если они при этом где-то зафиксировались, а где-то не зафиксировались... В смысле это текущих обрушить, а вот тех, которые были... Да, а те, которые старых обрушить, будет довольно сложно. Ну, вот если, например, сейчас зайти и обеспечить залоговый коэффициент, там, не знаю, 1342, то просадка в 2 раза, она действительно может тебя ликвидировать. Поэтому... Поэтому быть настоящим не хочется, хочется быть... Ну, это как и везде. Не, а залоговый коэффициент плавает, чем определяется? Залоговый коэффициент фиксирован в контракте, опять же, вот этот. А текущий залоговый коэффициент, он рассчитывается на базе общей коллективизации... Он автоматом рассчитывается, а или как? Да, он рассчитывается автоматом, да. То есть он может любой быть? Да, он может быть любой. А целевой и текущий, то есть эффективный, как бы, этот текущий? Да, да. То есть, понятно. А что значит целевой тогда, как они эту цель достигают? Они его просто поставили, что у вас 150, да, это минимальный базовый уровень коллективизации. Соответственно, вот есть два варианта. Первый, это выпустить себе с USD и что-то с ним дальше делать. Или погасить с USD, который у тебя есть на балансе, и разблокировать свою сумму SNX. И скорее всего, если вы вошли в проект в апреле, то сейчас, наверное, хорошее время уйти и получить 66X. Дальше, вот здесь можно зайти и получить вознаграждение свои. Соответственно, здесь есть два типа вознаграждений. Первый, вознаграждение за новый SNX, за то, что у тебя есть созданный SUSD. То есть, за то, что ты создал катеризацию, вот здесь можно получить вознаграждение. Вот сейчас у меня натикало 0.13 SNX. Лев, слушай, но по сути, если SUSD ты продаешь, ты теряешь свой или не теряешь? Если SUSD ты продаешь, ничего не теряешь. Это как долг. Это как долг. То есть, у тебя появляется SUSD в виде и долга, и актива. Дальше ты можешь что-то сделать, например, дегенеративный товарищ, который понимает, как эта модель работает и видит перспективу в скейлинге, мог сделать так. Купить SNX, выпустить под него USD, купить SNX, снова залочить и сделать такой же, как в мейкере, но только в данном случае, что еще раз, но при этом ты получаешь такой леверидж на свой SNX, если начинает взлетать, то ты можешь на тысячи долларов сделать очень хорошую иксу. Ну, по сути, да, на росте залоговой массы, да. Ты должен SUSD продать, правильно? Да, и купить SNX. Но ты продаешь одну седьмую от того, сколько ты залочил. Да. В торговле с плечом есть одна маленькая такая вот хитрость, когда в голове у нас в плюс мы думаем умеем все, ну, от рождения, а в минус нет. Чуть-чуть падает, исчезает все. Нет, это все понятно, просто здесь очень как бы... Это не очень похоже на памп какой-то. Это на самом деле это памп, но в том плане, что почему вот тут еще начало все взлетать, потому что где-то вот здесь зашли венчурные инвесторы. То есть была какая-то новость, что Андерсон Хоррис там внесли в них деньги. Все там, о-о-о, значит, честный проект. И, видимо, куда-то там опять понеслось вверх. А вот здесь вот Андерсон вытащил свои деньги. Вот здесь Андерсон вошел, вот так вот надо заходить. Соответственно, тем, кто лочит SNX, у них есть возможность получить дополнительно начисляемые регулярные реворды в виде 0.13 SNX и доступные биржевые вознаграждения. Как еще можно на проекте зарабатывать? Они создают рынок деривативов. Для того, чтобы сделать деривативный рынок, нужно сделать его ликвидным, чтобы ты мог легко поменять один актив на другой без слипджа, без проскальзывания цены. И они вознаграждают пользователей за то, что ты берешь SUSD, покупаешь какой-нибудь актив из их синтетических активов и лочишь их на бирже в виде пары контрактной. Кто знает, как Uniswap работает, приблизительно такая же модель, как Uniswap, и на самом деле на бэкэнде у них и есть, не слабо. То есть вот эти биржевые вознаграждения предполагают, что ты купил какой-то актив, например, S-Ethir. То есть вот если посмотреть на их рынок, как он сейчас будет? Как он сейчас любит этих синтетических активов? Да, их сейчас вот столько. То есть сейчас эти активы, они получаются... А S-Ethir больше, да? Да, то есть на самом деле сейчас основное, если посмотреть на то, что делают текущие пользователи, они получают S-Ethir и покупают эфир в большей степени. Слушай, а там тот же коэффициент, правильно, 1350 через оракулу, да? Как он учитывается для S-Ethir? Там 750 везде. Ну, эффективный такой же? Да, да. Ну то есть 1300 приблизительно на... И все равно они идут через оракулу. Да. Соответственно, самая пока наиболее распространенная модель в синтетиксе, это когда ты себе на Mintium S-USD купил этот E-Ethir, ихний, синтетический актив, и залучил его в контракте биржи для получения ревордов на стекинг. Если посмотреть на контракт, блин, я его не открыл, ну, короче, можете на слово поверить, что сейчас самый ликвидный актив на Uniswap, это синтетический актив Synthetix. Как-то получилось так, что большая часть трейдинга, который там происходит, обмена... Это S-Ethir или S-Ethir? Это S-Ethir. S-Ethir. S-Ethir, паре к эфиру. И в чем фишка еще этого контракта S-Ethir к эфиру? Что это контракт, который полностью леверидж на эфир, у него нет, ну, грубо говоря, у него нет колебаний, и ты зарабатываешь просто на то, что один актив меняется на другой, и ты зарабатываешь просто 0,3% на каждом обмене E-Ethir на обычный E-Ethir. Понятно, да? Ну, то есть это биржевая торговля на ликвидности, и, соответственно, ты получаешь вознаграждение за каждый трейд синтетического актива S-Ethir с обычным эфиром. То есть они через это, что делают они? Они создают шлюз обычного эфира и синтетического эфира, и хотят, чтобы они полностью были одинаковы по ликвидности, чтобы пользователю все равно, что держать, обычный эфир или синтетический эфир. Такая их цель. Они хотят сделать настолько ликвидный рынок и мотивировать тем самым пользователям стейкать ликвидность, что ты можешь под нажатие кнопки без slippage любую сумму эфира перевернуть в их синтетический эфир. И наоборот. А зачем это нужно? Если у тебя возникает спред, если у тебя два актива, вот смотри, допустим, у тебя есть стейбл-коин, который прямо доллар, не знаю, там, тет, мега-тет. Слушай, но S-Ethir, он, в принципе, не обязательно должен к эфиру привязан быть, да? Нет. И они хотят, чтобы все активы, они были, они полностью были синтетические, и повторяли базовые активы. Это значит, например, у тебя есть стейбл-коин, тетер, или там, супер-мега-тетер, или там российский центральный банк выпустил, наконец, крипторубль. И у тебя есть синтетический актив, который создают синтетикс. Они хотят, чтобы они матчились один к одному, чтобы не было вообще проскальзывания цены, когда ты меняешь один на другой. Как будто у тебя PayPal и внутри рубль. Слушай, но каждый желающий, да, может выпустить синтетический актив? Да, каждый желающий может получить синтетический актив, и можно сделать синтетический рубль. Главное, если они включат арак. Главное, если они включат арак. Главный плюс синтетический в данном случае, то, что он дает ликвидность. Он дает, мотивирует пользователей создавать ликвидность для своих активов. Нет, в принципе, это, видишь, они хитро, это не чистая пирамида, да? Грязная пирамида. Да, нет, это они взяли, они берут пирамиду для того, чтобы набрать ликвидности, но постом эту ликвидность, по сути, используют как бы как нормальный бизнес. на дэшборд. Это очень интересная, в общем, модель. Они все 20-е можно там делать? Можно, они все 20-е. Нет, а оракулы-то будут поддерживать, или своих оракулов надо запускать? Нет, вот они сейчас расширяют список оракулов, и хотят увеличить количество активов. Сейчас у них в основном криптоактивы. Слушай, а если ты выпускаешь синтетический, они сюда как бы не вносят автоматом, да, его, наверное? Ну, у них пока нет модели, когда ты сам можешь создавать себе оракул и подключать любой актив. Они пока этим процессом сами регулируют. То есть они пока выпускают... Нет, а если ты хочешь создать синтетический актив, сейчас что делать? Ничего не... Ну, сейчас их протокол не дает. Идти на эфирмы кирдалу. Сейчас это какой-нибудь умопротокол, вот умопротокол, он хочет это сделать. Он хочет, чтобы каждый пользователь мог себе выпустить синтетический актив. Но такого тоже нет, потому что проблема в оракулах. Да, но они хотят взять оракулы типа Chainlink, и у тебя будет энное количество этих оракулов, ты можешь выбирать там, хочу вот такого оракула, хочу там синтетический актив, который будет... Синтетический актив определяется оракулами. Ну, по сути, да, если у тебя есть оракул, ты можешь сделать синтетический актив. Если ты сделал правильную модель вознаграждений, то есть почему они начали типа взлетать, да? Мы сейчас пока не говорим хорошо это с точки зрения инвестиционной, там, проекта и так далее. Но они начали взлетать, потому что они создали модель вознаграждения. Пользователи увидели в этом какую-то ценность и начали делать дегенеративные... Но эти свои синтетические активы, они теперь мотивируют пользователей не выходить даже в случае падения цены, чтобы был спрос не только за счет стейкинга, но и за счет вот этих синтетических... Ну, безусловно. То есть они сейчас наментили всего 19 миллионов долларов где-то этих активов. Из них основной актив это SUSD, естественно, и второй это актив S-Ethir. Почему они метят S-Ethir? Почему пользователи делают S-Ethir вместо выпуска S-Ethir? Потому что, когда ты взял кредит в эфире и не продал эфир, у тебя получается и short, и long. Кто знает, помнит, как мы в Unidao делали хеджирование актива. Если ты берешь актив в кредит и стейкаешь его, например, на бирже, то у тебя есть и актив, и пассив. В данном случае не важно, что происходит с эфиром, если он сильно падает, у них срабатывает вознаграждение по шорту, потому что им надо меньше кредитов отдавать. А если он растет, то у них увеличивается доходность в том активе, который они держат на балансе, на руках. И вот сейчас пользователи в основном зарабатывают на чем? Они берут minted S-Ethir, лочат его в контракте против обычного эфира, и у них получается вознаграждение и за счет трейдинга, и за счет ревордов, которые получает SNX. Слушай, но SNX, он начисляет на реворды на... То есть если у него в результате стейкинга уменьшилось количество эфира, то все равно SNX начисляет на скобное количество эфира или на то, которое он на Uniswap заручил? Нет, он начисляет... Если бы хотя бы хоть какой-то синтетический активный создал, то все равно. А если они сильно на Uniswap попадут, значит, там заработок будет небольшой. А это вопрос объема. А если эфир сильно вырастет, тогда по сути S-Ethir у них... Все то же самое. Они хотят привязать один актив к другому. Они хотят, чтобы синтетический актив полностью повторял цену босса. Если эфир растет, у них S-Ethir становится больше, правильно? Да. И им проще его возвращать. Да. Это классно. Соответственно, у них есть Minter, у них есть гиржа, по сути, которая работает как обычная, но на бэк-энде у них прячутся не сваповские контракты. И вот активы, которые есть в парах. Плохо видно, конечно, но тем не менее. Синтетики только через эту биржу идет. Или я, например, могу, например, синтетический эфир поторговать к синтетическому BNB на Uniswap. Да, ты можешь. Но ликвидность там не очень большая, наверное. Там ликвидность не очень большая. Ну, то есть, на самом деле, у них на бэк-энде унисвапских контракт, ты можешь или напрямую в Uniswap зайти на эти активы, поменять один на другой, или через биржу, через фронтенд синтетикса. Да, ну, в принципе, конечно, в Uniswap таким центром становится торговая. Потому что у них все эти синтетические активы пойдут. Но самое главное, что ты можешь залистить любой актив, создать под него ликвидность. И еще вот эти 0,3% они мотивируют пользователей вот этот вот стейкинг делать. Про доходность я не знаю, что тут говорить. Пока это доходность космос. Но вот с точки зрения того, как человеку, инвестору или фонду оценить вот этот вот график, я не очень понимаю. То есть, в принципе, модель сама по себе интересная. Потому что она позволяет создать набор синтетических активов, которые являются деривативами на основной, и создать для него какой-то рынок. И что они хотят дальше сделать? Они хотят, чтобы были активы... Вот их модель. То есть, они хотят сначала криптовалюты охватить всякие разные синтетические. Они хотят сделать много фиатных валют. И в том числе там есть евро, там есть японская иена и фунт. Они хотят сделать коммодитис. То есть, у тебя будет синтетический актив, привязанный, например, к золоту. Или синтетический актив, привязанный к индексу S&P 500. То есть, представьте себе, что для инвестора иметь в портфеле некий синтетический актив, который привязан к S&P 500 без регуляции, без KYC, без ничего. И все это у тебя в кошельке. То есть, вот их видение такое, что они будут генерить эти синтетические активы на рынок, вознаграждать пользователей за то, что они создаются ликвидными. И пользователи, которые хотят получить доходность в этом активе, они просто будут покупать синтетические активы на бирже. И у них будет портфель. Там у тебя золото, у тебя такой актив, у тебя сякой, такой сякой. Вот что такое 10x, я не знаю. Плечо это, что ли? Наверное, они хотят сделать что-то с плечами. Я не увидел. Еще плечо. Да, они хотят еще сделать плечи. Портфель, например, такой актив. 10 плечей к золоту. Или к S&P 500. И получается, что у тебя рынок акций в виде такого токена, который, например, токен, акции на S&P 500 подросли на 1%, твой токен вырос на 10%. То есть в 10 раз больше, чем на тот актив, который на базе. То есть они хотят стать биржей, которая синтезирует эти синтетические активы. Если на 10% растет, у тебя растет на 100% твой актив, который... Да. И у них есть какая-то модель с этим процентом коллитеризации, который у нас заложен вот здесь вот в 750%. Я так понимаю, что они хотят в какой-то момент его начать снижать. То есть в тот момент, когда S&P 500 будет настолько ликвидным, как эфир, его будет очень много, они хотят начать снижать коллитеризацию и уменьшать объем вознаграждения, который заранее, наверное, уже прописан в графике о снижении в контракте. Так, что еще не рассказал? Что еще не рассказал? Минтер имеет отношение к Минтер? Нет. Не имеет. Минтер и Минтер не связаны. Ну вот, а на текущий момент, то есть вот здесь было интересно, наверное, как-то там что-то... А ты видишь там вот второй пик, вот предпоследний, да, не тот, как и сейчас, а вот там был довольно сильный отскок, и все равно он установился. То есть люди не начали, не было вот этого хаоса, да, паники с продажей? Ну, тут... Это не с пиком биткоина было связано, когда он... Нет, этот актив... Это, по-моему, корреляция... Это, по-моему, неделю назад или нет. По-моему, корреляция у него не очень большая к классическим... То есть даже сейчас оно, в принципе, тоже может рухнуть, да, сегодня-завтра, но... Ну, я к тому, что почему там решили рассказать про этот проект, потому что в целом интересно, наверное, какое-то инвестиционное, ценностное предложение по этому проекту. Поучаствовать в этой доходности, конечно, хочется, но не очень хочется заходить вот там вот наверху. То есть, наверное, будем ждать падения на эту неделю. Ну, вот, да, и тут вопрос в том, что, может быть, надо подождать, когда это успокоится немножко, и попробовать на какую-то небольшую сумму проэкспериментировать, как это все работает. Поговорим о том, что нельзя входить на пике, когда этот пик окажется внизу, но я имею в виду, что пик будет не здесь. Не стоит на один доллар, но что-то недавно же был центр, вот сейчас наверняка где-то наверху. Да-да-да, я именно про это. Вот тут вот какая-то произошла вот ситуация, да, вот тут все упало. Ну, это было до репрендинга, Дарья Костякова. Все дело в логотипе. Ну, а так вот глобальный вопрос. То есть, насколько я увидел эту модель синтетикс, то есть мы сидим вот в этой комнате, у нас вот там вот за окном есть булочная, в эту булочную приходят реальные люди с реальными людьми, покупают реальные булки. Мы сидим здесь на этой комнате, туда смотрим, давай создадим синтетическую булку, синтетические рубль, и создадим, короче, какую-то рулку. Вот здесь маленький фиктивный рынок, такой зеркало реального рынка, правильно? Я так понимаю, пик, значит, вот, пик безумия будет тогда, когда мы возьмем эти созданные из ниоткуда синтетические активы, пойдем в булочную, и у нас примут их и дадут нам реальные булки. Я правильно увидел, как бы, картинку? В чем, как бы, ну вот, если я ее понимаю правильно, в чем, как бы, смысл? Смотри, такого не будет, давай начнем с этого. Нет, у тебя должны быть хорошие оракулы на пункте. Нет, нет, смотри. Как говорится, дайте мне ту же покору, я переверну землю. Дайте мне хорошие оракулы, я создам у тебя любой синтетический актив. Давайте, да. Смотри, рынок синтетических активов существует уже долгое время. Все, ты знаешь, этот рынок, это рынок триллионных фьючерсов. Так же, я знал критику этого. Да, фьючерсов, деривативных свопов, опционов. Это все рынок синтетических активов. Потому что, когда торгуют фьючерсом на пшено беспоставочным, никто не хочет в результате получить пшено. Все хотят просто заработать на росте или на падении зерновых. То есть, этот синтетический рынок, он существует давно. В чем здесь разница? В том, что раньше синтетические активы существовали на централизованных реестрах в виде учетной записи. А теперь этот синтетический актив является платежным токеном, которого есть рыночная цена. И ты еще можешь его пулять друг другу в виде расчетов за оплату. Никому в голову никогда не пришло рассчитаться фьючерсом на золото за булку. Но на текущий момент получается так, что если эти активы становятся ликвидными, ты можешь рассчитаться золотом в виде токена. Фьючерсом на золото синтетическим. И у тебя его примут, потому что рыночная цена, ликвидность и так далее. Понимаете, да? То есть, если очень макроэкономически на все это посмотреть, такого рода сервисы, они на самом деле создают бесконечное увеличение денежной массы. Как глобальное уявление. Ну, опять же, с учетом того, что гарантировать бесконечный рост может только одно. Первое, бесконечные эмиссии или бесконечный рост ССНХ. Эмиссия у них ограничена, она начинает сужаться очень сильно через следующий год. Это если смотреть, это условно микроэкономический взгляд. То есть, если таких синтетиксов они будут каждый день появляться, то просто вообще в гаррифонте. На самом деле, ничего сложного в этом контракте нет. Создать свой токен, создать механизм, пройти аудит. Ну, наверное, это не так просто сделать. То есть, на деньги ISEO, наверное, это можно было сделать. Если тут с нуля сделать, наверное, будет сложновато. Но по факту они берут СНХ, как токен платежный, и делают из него деньги, которые создают синтетические активы. Такая вот у них модель. Их очень сильно, на самом деле, за это критикуют. Потому что, если ты берешь эфир, у него есть рыночная внешняя ликвидность. Если ты берешь СНХ, то вся ликвидность концентрируется в самом протоколе. То есть, если, например, произойдет коллапс протокола, то, естественно, СНХ схлопнется в ноль. Если произойдет коллапс протокола Мэйкер, то с эфиром ничего не произойдет. Ну, так, он немножко, конечно, попадает из-за того, что там произошло маршн-пул, и там этот эфир начал продаваться. Но, по сути, этот СНХ, он является вот этой базой, на которой все это крутится. С одной стороны, это очень рискованно. То есть, я для себя не принял решение до сих пор, нужно ли как бы вот инвестировать, да? То есть, надо, наверное, оценить его. Возможно, надо поковыряться, что делают пользователи, какую они модель создают, что будет происходить с этими синтетическими активами. Потому что, если синтетические активы не будет внешнего рынка пользовательского, зачем людям вот этот вот актив в виде дериватива на золото? Если они не будут видеть в этом смысл, для чего они будут? Кто-то будет продавать, создадутся рынки, кто-то будет физически золото, может, проставлять. Это условно-таки условно. Это как то же самое, как и есть рынок бинарных опционов. Есть ребята, которые просто ставят, есть какая-то бегущая строка, они ставят по бегущей строкам, ну, это рынок. Ну, наверное, это рынок, потому что там есть какие-то транзакции. Ну, теоретически, там нужно обгружать золото за эти фьючерсы, да? Я знаю, что нужно где-то взять, а его нужно купить за реальные деньги. Ну, ты просто берешь комиссию. Ну, короче, вот модель сейчас выглядит вот так. Если кому-то интересно, надо зайти на дэшборд Synthetix.io и посмотреть их ключевые показатели. Они все, в общем-то, есть. Вот всего SNX-ов сейчас заочено 144 миллиона по текущей цене. И при этом всего синтетических активов выпущено 19 миллионов. Почему они не выходят и не продают, не знаю. Мне кажется, 10X они нечего могут сделать. Ну, наверное, если выпущено 19, то они практически все на грани. Вот, 19 на стеснете. Нет, смотри, сейчас на текущий момент, если они вытащат часть SNX-ов из контракта, они могут легко закрыть все свои долги синтетические и легко избавиться от всех долгов. У них еще останется на кармане 120 миллионов. Ну, там, не 120, а... Ну, да, 120 миллионов. Почему они этого не делают сейчас? Чего они ожидают, эти все пользователи, на такую сумму? Да, вроде как надо взять и уже, как бы, хеджатся там. Ну, как-то... Ты же не знаешь, что там пользоваться. Ну, не знаю, да, но... Нет, у меня получился... Это правильно стратегия, потому что, когда ты стейкаешь, да, ты покупаешь эти юричи... Ты еще раз... Вот одно на другое разделил, у меня получилось 758 процентов квадрэйшн. Да? И здесь у нас... Ну, вот они... Написано 973, значит, у нас что-то с чем-то не соответствует. Ну, здесь, возможно, здесь проблема с ценой СНХ. Может быть, она не совсем объективно там вот здесь определяется. Ну, да. То есть, вообще, уровень квадрэйзации, он где-то...